Более тысячи любителей активного образа жизни собрались в эти выходные на стадионе «Уральский трубник», чтобы принять участие в старейших состязаниях страны. «Первоуральск» присоединился к ежегодным всероссийским соревнованиям по конькобежному спорту «Лед надежды нашей». Подробности у Екатерины Сердитых. Один за другим «Первоуральцы» бегут остафету на коньках. Среди стремительных участников выбивается команда детского сада номер пять. Не торопясь, педагоги преодолевают дистанцию. Рассказывают, в соревнованиях «Лед надежды нашей» участвуют ежегодно, но не ради победы. Это такая возможность встретиться со всеми своими коллегами в нерабочее время. Это всегда очень бодрит. Мы потом целый год вспоминаем, кто упал, кто пробежал, кто еле ходит, кто очень хорошо ходит на коньках. Ну, в общем, мы любим, нам нравится. «Первоуральск» присоединился к ежегодным всероссийским соревнованиям по конькобежному спорту «Лед надежды нашей-2023». Они направлены на популяризацию этого вида спорта и привлечение к нему подрастающего поколения. В забеге в этом году участвуют более тысячи человек. «В Первоуральске этот конькобежный спорт у нас очень развит. И Первоуральск воспитал олимпийского чемпиона по конькобежному спорту Игоря Малкова и входит в города, в которых проводятся соревнования именно всероссийские соревнования по конькобежному спорту». Поддержать спортсменов пришли и первые лица города. «Первоуральск всегда был, есть и будет самым спортивным городом Свердловской области. И количество участников сегодняшнего забега об этом говорит». «Я сегодня рад приветствовать вас. На первой стороне ту лед, который воспитал и продолжает воспитывать именитых спортсменов и чемпионов, сегодня на наш лед выйдут в первые лица разных возрастов. Все, кто занимается спортом профессионально, все те, кто любят спорт и просто те, кто любят коньки и лед». «Свои силы на льду показывают школьники, спортсмены, воспитанники дворовых клубов, детских садов, сотрудники городских организаций. Дети и подростки бегут стометровку на время. Самые старшие участники преодолевают эстафету». «Очень легко и даже не вспотев занимает команда педагоги». «В эстафете участвуют девять организаций. Золото среди них завоевывает сборная инструкторов и учителей по физической культуре». «Хотелось, конечно, победить. Ну, победили. Выиграли. Я сама мастер спорта по хоккею. Вот, получается, работаю в райском трубнике. Ну, естественно, катаюсь, учу ребят кататься на коньках малышей». Для всех желающих организовали и забег без учета времени. Десятилетнюю Лизу на всей дистанции поддерживает папа. Девочка рассказывает, коньки для нее хобби. «Почему тебе коньки нравятся?» «Потому что кататься прикольно, всякие трюки делать. Примерно с четырех лет катаюсь. Мне нравится кататься». Каждому участнику забега вручают памятный сувенир. Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей-2023» прошли в 22 городах Свердловской области. Участие в них приняли более 7 тысяч человек. Екатерина Сердитых, Денис Хромцов, Новости Первоуральск.